Для дома 11 по улице Олега Кашевого подошел запланированный год производства работ по инженерным сетям. И событие это долгожданное и, можно сказать, радостное. В данный момент здесь ремонтируют, а точнее полностью меняют, системы теплоснабжения. С момента строительства здания к ним не прикасались, и как результат стояки забились, а в радиаторах уже был ИЛ. Дом действительно старый, тут даже паутина поросла паутиной. Ну то есть вы сами видите, ремонт правда необходим. Идет он в хорошем темпе, и уже к осень должны закончить. О темпе говорит и тот факт, что работы дошли уже до чердака, при этом контракт заключили в конце мая. Здесь смонтирован верхний розлив теплоснабжения, а именно установлен бак для спуска воздуха из системы. Он расположен в наивысшей точке, и он обеспечивает опусконаладку системы отопления. То есть при пуске весь воздух собирается здесь, открывается слесарем вентиль и спускается в воздух, чтобы система работала должным образом. Надо сказать, что работы коснутся не только отопления. На дом выделили 1 миллион 200 тысяч рублей, и жители сами выбрали наиболее проблемные места. И на очереди после теплоснабжения система водоотведения и электросеть. В настоящий момент нижний и верхний розлив отопления полностью смонтированы, стояки отопления в квартирах амонтируются. А по розливу, как мы видим, остается его охрунтовать, подсоединить квартирные стояки и заизолировать. В стояковом трубопроводе используется современный материал – полипропиленовая труба. Помимо этого в квартирах поменяли и сами радиаторы отопления. Старый нижний розлив проходил под полом, но чтобы не доставлять неудобства жителям и не разбирать покрытие, новый провели над ним. И стоит ли говорить, что всем изменениям жильцы рады? Насколько необходим вообще ремонт этот? Ну, конечно, было все старое. Он и дом-то у нас уже все старый. Но сейчас все хорошо. Все новенькое, все подставили. По словам главного инженера долгового центра, при должном обслуживании новые системы прослужат около 30 лет. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Анна Мусатова. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова